Итак, всем привет, с вами Добга, мы продолжаем играть абсолютно нормальную партию за абсолютно нормального лидера, ничего необычного здесь не происходит, главное подписывайтесь, мы же продолжаем. И мы тут собирались нападать на интернационал, так и есть, давайте-ка пригласим к себе Ирландию, надеюсь она вперед, хотя конечно мы и без нее справимся, но было бы наверное приятно иметь, так сказать, тузового союзника за Британией. Вот у нас как раз таки новые еще войны доступны становятся, идем дальше, наверное к красному колониализму, что это такое, укрепление делать, укрепление нам объективно говоря не нужно, так что да, можем идти просто вот сюда, у меня есть ощущение, что вот эти фокусы не работают, а нет, слушайте, смотрите, в этот раз сработал, окей, там просто есть какой-то шанс, но мне говорят о том, что это не успешно или успешно, нам просто ничего не говорят, либо происходит, либо не происходит. Конечно, хотят, чтобы было бы иначе, но уже как есть. И у нас очень готовые танки уже, 12 дивизий полноценных, давайте остановим их до обучения, авиация вся к генералам передана, в принципе уже может участвовать, только единственное почему-то не вся она как-то во Франции, наверное стоило бы в идеале сделать это ручную, но я думаю справиться там. И да, давайте на последний раз попробуем Мексику покинуть интернационал, если они не покидают, они не покидают, все же готовы. У нас только вот здесь вот какая-то микропроемлю со снабжением, но я думаю она решаемая. Агрессивность вторая, танка можно поставить третью, обвести войну. Мы теперь разберемся с Францией. Я вам напомню, у нас еще вот здесь вот 15% атаки против Франции стоит, так что в теории наши дивизии должны просто превратить их не знаю во что. А так и происходит, Франция просто стирается, причем почти везде, даже вот здесь вот через речку в укрепы, все равно мы успешно их пробиваем. Ну и просто проносим, вообще не замечая ничего во Франции. Да, наша армия уже настолько сильна, скоро будет достигнуть так называемый Lebensraum. Главное не путать с Пупенфартом, потому что такого никогда не было, верно? Моментально Франция капнула, потому что я еще сделал там ту самую подготовку коллаборационистов, и можем мы себе забирать Францию, но наверное не всю. Но учитывая то, что у нас очень много варскора, наверное все же всю, ну скоро узнаем. И судя по всему, да, у нас тут конечно еще отнимут сейчас очков, но мы забираем себе весь интернационал, прекрасно. Вот я уже брать не буду, и так хватает этого мусора. Достаточно быстро получилась у нас Франция, давайте сразу же интернерджим взять Слатарингию, и займемся кем, кстати, у нас тут Тихоокеанская Народная Республика. А, забавная ситуация в Америке происходит. Но у нас следующий противник, и это сразу же Россия, а я думаю, мы можем уже идти на восток, не вижу в этом никаких проблем. О, судьба Франции, смотрите-ка. Я думаю, полное завоевание, конечно, возможно. В принципе, учитывать наши духи, то более чем, наверное, возможно. И слушайте, ну нет, давайте, наверное, разделим Францию вот таким вот образом. Я думаю, это нам подойдет побольше, чтобы она не централизовалась больше никогда в истории. И я думаю, теперь готовим давайте-ка вот это соперничать немецкие правительства. Нет, хотя, кстати говоря, их как будто нет, Швейцария, Австрия. Ну, мы сейчас доинтегрируем, сделаем себе Великую Германию, подозреваю. Так что давайте займемся Антантой. И это можно добавить уже пехоту, реактивную артиллерию и огнеметные танки. Огнеметных танков, конечно, будет не хватать, но мы с этим постепенно, я думаю, разберемся. И вот она, Великая Германия. Мы интегрировали успешно все территории, что хотели. Можем теперь, сказать, восстановить нашу Великую Германию. Тут нет решений по судьбе, потому что мы это все сделали национально. Мы получили кучу павра, но, очевидно, бесконечность фабрик уже у нас. Мы, кстати говоря, продолжаем строить здесь железные дороги эти. В новом территории появились новые железные дороги, как и с гидроэлектростанциями. Пока что по Игранникам и по Британии мы нападать на них не будем, пока не закончим с Россией. А с Россией мы, по-моему, уже, в принципе, готовы заканчивать. Стоим организациям. Тут, к сожалению, не хватает немножко припасов, но это из-за того, что они как-то стоят плотненько. Как-то здесь не хватает пунктов снабжения. Но вот как только мы буквально вот эти вот три захватим, у нас сразу появятся. Так что, я думаю, страшно пойдет. Ну и еще, конечно, скажется то, что мы теперь в пехоте тоже имеем танки, и они тоже теперь потребляют не так мало припасов и топлива. А еще добавленный факт, почему-то у Геббельса прокачано литр или ноль перков. Это странно. То есть у него качается уровень вот этот, но у него качается буквально ноль перков. Получение опыта или с событиями. Ну да, опыта почему-то он не получает. Это странно. Ну допустим. И вот оно, Великогерманский Рабочий Рейх. Германия двигается на запад, в скобочках. Теперь Германия движется на восток. Сдаваем только все страны, конечно же, чтобы могли нормально наступать. И наше наступление начинается. Достаточно, по-моему, бодро. Да. Тут, по-моему, просто у России не хватает. Так, давайте-ка я по скандинаме сразу уже готовим. У них просто дивизий, по-моему, не хватает. Если я не ошибаюсь, у них все еще должна быть... Да, хаотическая революция, которую не дает им делать дивизии. И менять их, и вообще, ну ничего с ними нельзя делать. У тебя сколько дивизий было, сколько всю игру и будет. Таким образом, у этой России... Кстати, не такое количество и маленькое. Скорее всего, тут, может, около соточки. На самом деле их мы, конечно, из-за плохой разведки не видим. Тем не менее, да, вы видите, какие это дивизии. И даже их не хватает на весь фронт. А там еще и восточный фронт есть с трансамуром. Хотя, вряд ли, там что-то сильно большое. И все проходит просто идеально. Авиация тоже идеальна, кстати говоря, становится по позициям. В принципе, мне не надо ее контролировать. Это всегда приятно. Приятная фича, на самом деле, добавлена была. Работает, конечно, не всегда идеально. То есть, перед началом войны боты редко ставят самолеты на вражеские территории. Тем не менее, как только там начинаются ваи, в принципе, они потихоньку туда переводят и становятся все более-менее. Ой, смотрите-ка. Тут произошло... Произошло ТНО. Я, получается, не зря поставил графический мод ТНО. Ну, ладно. Капитуляция. И мы можем забрать только западную часть. Еще и фарскора у нас, на самом деле, маловато. Но, надеюсь, все равно сможем забрать. И вот оно. Все. Война на востоке закончилась. Ребята, такое как распались. Пускай теперь тут что-то пытаются сделать. Что-то придумать. Вторая гражданская война в России вторая. Может, третья. Кто знает, кто знает. Пускай разбираются. Ой, можем вернуть латвийские земли. Это, да, в России мы их забрали. Готовим выездку в Британию, я полагаю. И одновременно с этим, наверное, во Францию. И, наверное... Давайте начнем все-таки с Италии, пожалуй. И параллельно с этим мы можем начать здесь работать. Карелия, Финляндия, Торвики, Швеция. Это все наши цели. Давайте ими тоже заниматься, пожалуй. Думаю, это... Сказать, выдам задание. Можно выдать танкам. А, Финляндия еще и состоит в Стальпакте уже. Да, эта кнопка у нас вообще нажиматься не будет. Забавно, что эта кнопка есть, хотя они в Альянсе. Ну, допустим. Можно выделить сюда, наверное, часть танков. Я думаю, даже небольшое количество танков сможет просто размазать любую страну в Скандинавии. В принципе, уже начать готовить с нападением, потому что через 30 дней это будет. И я делаю КБ на Италию. Это 80 дней занимает. Кстати говоря, достаточно долго, я бы сказал. Ну и, конечно же, продолжаем тут все делать линии наших железных дорог. И вот война Карелии объявлена. Мы там еще немного тренировали дивизии, но, объективно говоря, тоже можно нажать стрелочку. А у южных дивизий в основном тренируются они. Хотя и тут одна тоже самая забавная. Пускай эти войют, а те продолжают тренировки, в принципе. Меня это устроит. Потому что там, тут справимся очень быстро. Дальше давайте-ка Лебенстравн, наверное. Потом уже добьем колонии, пожалуй. И Карелия захватывается дольше, чем хотелось бы, потому что танки здесь идут просто, ну, слишком медленно. Вроде как вот... Да, Карелия готова. Эти танки, я думаю, пойдут все на юг. Как обычно, твойка решил нарисовать нам сказы там, где мы этого не хотели. Что теперь едет на юг, и... Да, мы уже готовы нападать. Карелию мы, пожалуй, передадим Финляндии. Получилось немножко странно, но вот, я думаю, с этой кнопкой нет. Все еще получилось странно. Надеюсь, кем уже передастся Финляндии. Если нет, то я его сам консолью передам. Добавляем авиацию на наш итальянский фронт. И, в принципе, здесь готовы наступать. Здесь мы тоже готовы наступать. И всем генералам тоже мы пополение приказываем. Управляем войну. Там у нас коллеги кардиналов. У нас там Папа Рибский был убит. Вообще, мы к этому, честно говоря, даже и не причастны, но он допустим. И да, мы должны сметать просто... Армикс, если говоря, у нас еще и не пробивают наши огнеметные танки итальянцы. Что забавно, но для них вряд ли забавно. Что выгодно для нас. Болгария капает, Албания капает. Я думаю, вот-вот мы сейчас про Грецию заставим тоже капнуть. Вот так и есть. Греция готова. Все остается просто добить эту вот небольшую Италию. Я не вижу проблемы особой тем, чтобы взять и высадиться вот здесь. Так что да. Под лодочкой, наверное, все-таки отделю. И здесь поставлю себе... Я ставлю ночные бои, но так как у нас слишком много кораблей, то все-таки стоит добавить размещения, я полагаю. Так сделаем. Готовимся, во-первых, плотину построить обязательно. С плотины никуда. И мы... О, фолькс-комиссариаты есть. Круто. Давайте-ка, Британия. Поехали. И что-то у нас такое. Смотрите-ка. Украинская держава переделывается в... Расширить... Мы, да, передаем различные территории. Давайте-ка теперь вот это тоже. Переделываем. Отлично. И еще на юге здесь, но, видимо, нам нужно доесть. Вот все. И мы сделаем еще один рейхский миссарят, как и в Скандинавии чуть попозже тоже. Тут у них, кстати говоря, даже есть свои фокусы, я вам скажу. Любопытное дело. Тут и национализация идет в территории, и ресурсы они там получше получают. Кстати говоря, тэка Балтики. А тут все еще тэка, кстати говоря, Украины. И тут правит Розенберг, Альфред, а здесь тоже известный нам персонаж. И вот оно готово. Можем сделать теперь границы финальные, и... Давайте успеть Вайскрапа переставлять к войне с интернационалом, потому что у нас будет война и в Турции. И в Африке, и здесь в Италии. Можем еще видеть войну французской социальной республики, но очевидно, что и тем, и тем мы объявим тут, но пока уж будет сказать. И вот оно, Лебенстравм. Смотрите-ка, можем еще в груди поехать. И я думаю, мы туда и направим одну из наших армий. К примеру, вот эту. Нужно подзабоевать Кавказ. Эти территории жизненно необходимы Германии, эти нефтяные месторождения, конечно же. Последнее итальянское государство. Ну, скоро его тоже не будет, не волнуйтесь. И мы можем создать итальянскую... Социалистическую Италию, социалистическую. Так, социалистов, но немножко не социалисты там будут. Она стала устроить, я думаю, более чем. И тут Антонта, я вам скажу, большая, но еще больше, так что я бы не волновался. Ну и сразу же... А, подожди, да, это прям сразу-сразу будет объявление войны. Горской республики, поехали. Поджимаем их тоже под себя уже. И вот мы обили войну Британии. Тут, кстати говоря, у нас теперь появится граница с ними в Армении. И Грузия только будет независимой. Я думаю, мы Грузию с Туза пойдем. Сначала захватим Армению здесь пройдем, а потом уже дальше. И в наши войны стоит позвать всех, чтобы всей территории можно было выставки делать. Везде можно было, в общем-то, делать все. Здесь ударное соединение пускай будет. Здесь также поддержка вторжения. Войска достигают берегов вообще без проблем. Британия, видимо, решила, что защищать Британию не так что и важно. Я с ними абсолютно согласен. И мы теперь можем переправить спокойно сюда свои танки. Танки поехали. Их даже никто не перехватывает весь путь. И теперь танки уже здесь совсем разберутся. Горская республика, конечно же, там капает. Они еще с кем-то воевали, видимо. Тут у меня не хватает варскора. Но все равно я все забираю. Теперь заходим им в туза. Возваемое. Здесь мы все чуть почему-то не можем призывать Грецию. Вот теперь призвали. Тут тоже все не призвано. Давайте еще раз призовем. Хотя я вроде так призывал. Да. Да, вот теперь все точно призвалось. Отлично. Падение Лондона, конечно же. Можем сразу попробовать, в принципе, высадиться и здесь. Я не уверен, что одна дивизия получится. Но, как бы, а вдруг? Ну бы и нет. И, наверное, не получится. Хотя есть щиток, есть неплохая атака. Если сюда еще авиация придет, а она придет. И если дойдет сюда-сюда в флот, а он должен вообще дойти. Ну ладно, даже без флота, да, мы берем эту провинцию. Сейчас Сардинию тоже заставим капнуть. Прекрасно. Ну и здесь, конечно, Британия без особых проблем капается. Здесь наши войска успешно прогрызаются. Остается лишний, не знаю, подготовить высадку, пожалуй, в Францию, наверное. Африканскую, конечно же, Францию. И вот Британия полностью капнула. Мы мирим. Курцию мы здесь добиваем. А Британия... Да, свалила обратно в Канаду. Это они хитро придумали. Тут все еще кое-что остается. А что нам нужно? Добить Канаду, Францию, Сардинию, Африку и Родезию. Господи, не так что и мало. Смотрите, с Сардинией мы сейчас позанимаемся. После чего усадимся во Францию. И я думаю, прямо сейчас мы будем готовить себе высадку... В Канаду? Да. Тут мы еще немножко удаляем флоты разных. Но это так по мелочам, я бы сказал. Это быстрые у нас трава испанские, что ли. Ну, допустим. Что я могу еще им сказать. И поехали в... Крецию. И, кстати говоря, можем создать вот этот вот рейх с комиссариат. Но я бы, пожалуй, создал, когда будет грузия, чтобы на всякий случай ничего не сломалось лишнего. О, мы еще можем, смотрите, как спицы по поиску нефти запустить. Давайте сделаем. Какому бы нет. Входение Гибралтара тоже имеется. Отлично. Для нас. Мы тут готовили вот эту высадку. Можно уже вернуть этот флот. И, наверное... Давайте вот так сделаем. И поможем топиться. В целом, вроде как, у нас есть шансы туда сюда. Мы... Не то, что шансы у нас есть. Мы занимаем форт. И, я думаю, сейчас привезем сюда всю нашу армию. И захватим всю Францию. В связи с этим здесь у нас тоже идет захват территории. И здесь идет... И здесь начался Германия. Расширяет свой любимый здраво во все стороны. Главное не решать... Пупинф... Вы помните, что никаких инцидентов не было. Так что ничего не расширяется, верно? И наша высадка также теперь едет вот отсюда. Только не полностью, потому что у нас не хватает рейнджа вот здесь контролировать море. К сожалению. Ну, я думаю, так сойдет. Идем можно уже атаку по Норвегии тоже нажимать. Потому что, как мы капнем в Швецию, как раз подойдет и нападение на Норвегию. Вот и Турция следом пошла за всеми странами там на Ближнем Востоке. Осталось тут совсем чуть-чуть. Ну и, в принципе, очевидно, что всех мы здесь капнем. Францию здесь капнем. И я думаю, как раз у нас заедет выставка в Канаду. И там тоже будет скоро кап. Как я и говорил, Швеца капнула, да. Уже Норвегия на подходе. Ну что ж, давайте оставим все на последнюю серию. На следующую нам остается Канада, Америка, немножко Африки, Ближний Восток и немножко Западной России со Скандинавией. То есть, в принципе, все только есть. Так что с вами был Дабгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твичь, дискорд, не забывайте. И до скорых встреч. Всем пока.